Всем привет! Пламенная ура! Это Алиса с канала Нинтендо. И майские праздники уже позади. Но впереди у нас остросюжетные новости с парой больших и важных сюрпризов. И первый из них — это увеличение количества картриджей, которые мы разыгываем среди подписчиков бустер. Вот они, слева направо. Ну, не подписчики, конечно, а картриджи. Ведь благодаря поддержке бустеров мы можем делать новости и другой контент на канале. Следите за новостями, скоро на стримах мы их разыграем. Камера, мотор, поехали! Китайские разработчики из студии MiHoYo внезапно ответили на самый частый и интригующий из всех тех вопросов, которые вы задаете нам в комментариях. Не знаем, как и когда они их прочитали и через что смогли перевести. Однако главное, что Genshin Impact для Nintendo Switch все еще в планах и обязательно выйдет. Проект, анонсированный два года назад, не отменен и потихонечку движется вперед. Грандиозный успех и сверхдоходы Genshin Impact на PlayStation, ПК и мобилках не помешает созданию Nintendo-версии. Наоборот, это якобы мотивирует разработчиков. Во всяком случае, так они заверяют. Но когда именно ждать культовый ММО-экшен на Switch, сообщать все еще не собираются. Оставляют себе простор для маневра. То есть юлят, хитрят, чтобы потом не пришлось отвечать за поспешно озвученные точные даты. Будем надеяться, что в конечном итоге Genshin действительно станет доступен на портативно-гибридной консоли. Ведь он там должен быть очень уместным, и многие геймеры его давно ждут, в том числе я. Кроме того, уже на этой неделе Михуё покажет свой абсолютно новый проект — игру под названием Zenless Zone Zero. Поговаривают, что это будет паранормально, постапокалиптический шутер в открытом мире. Однако нам интереснее даже не жанр, а целевые платформы-новинки. Может быть, ее сделают сразу для Nintendo Switch? Хотя бы в качестве извинений за припозднившийся Genshin. Зато другой, давно анонсированный и тоже достаточно крупный проект выйдет на Switch уже через месяц. Я говорю о разрушительных и весьма зрелищных гонках Wreckfest, наследницы знаменитых FlatOut. Релиз V-Shop состоится 21 июня, на несколько лет позже, чем на ПК. Но даже так, все равно лучше, чем никогда. И чтобы геймеры не забывали, в чем суть Wreckfest, издательство THQ выкосило новый трейлер. После такого игру наверняка многие добавят виш-лист. Если же вы уже знакомы с Wreckfest и даже давно ее прошли, то рекомендуем попробовать другие отличные гонки для Switch. Мы о них как-то делали аж целое видео. И можем сделать еще много разных, если вы, наши зрители, попросите нас об этом. Кстати, попросить можно через ВК и Телеграм. Мы очень активно ведем эти социальные сети, постим новости и общаемся с подписчиками. А еще расскажите нам, интересен ли вам обзор грядущей Mario Strikers Battle League, новой футбольной игры от Nintendo. До ее выхода остается ровно 4 недели. И только теперь платформа-держатель начал активно ее продвигать, публиковать геймплейные записи и продолжительные интересные трейлеры. Думаю, Nintendo боялась отвлечь внимание геймеров от вышедшей в конце апреля Switch Sports, сборника игр на схожую тему. Но с моушен-управлением и без знаменитых усатых водопроводчиков. Зря беспокоилась, на наш взгляд. Мы этот Switch Sports постримили, и он показал себя конкурентоспособным, хорошо подходящим для вечеринок и еще более занимательным, если один из участников не умеет особо играть. А вместо этого генерирует глупые и забавные ситуации. Правда, в комплект подобный геймер не входит. Нужно искать его самим. За то, что точно теперь искать не придется, так это хорошие инди-игры для Switch. Ведь вчера, в среду, 11 мая, все они нашлись на презентации Indie World. Изометрический RPG-слэшер, напоминающий разом Транзистор и Диабло, красочная тактика с карточками, прямо как любит закадровый бобер, нуарный платформенный экшен с возможностью стрелять из зонтика, черно-белое приключение аквалангиста, головоломка о дорожном строительстве, симулятор кровавого культа животных и даже Souls-like проодержимого битвами краба. Все это или уже вышло на Switch по окончании презентации, или появится в ближайший год на радость поклонникам смелых идей. И даже это еще не все, а только лишь половина, самая сочная часть тех новинок, которые продемонстрировали на Indie World в эту среду. Вот только владельцы Nintendo Switch наверняка ждали большего, хотя бы опещенный черт знает когда второй Hollow Knight, с подзаголовком Silk Song, или еще какую-нибудь потенциально отличную метроидванию, вроде второй Axiom Verge. Может быть, повезет в другой раз. Кстати, Nintendo и разработчики Indie далеко не единственные, кто решили напомнить о своих будущих играх. Ubisoft без предупреждения вышла из спячки и забрала ремейк Prince of Persia The Sands of Time у неспособных его осилить индусов. Теперь новой версией знаменитого экшена займется центральный канадский офис издательства. Люди гораздо более опытные и потенциально умелые. И это та же самая студия, которая около 20 лет назад создала оригинал — эталон игры про акробатику и флешбеки. Так что теперь у нас есть хорошие шансы, что с принцем Персией все будет в порядке. Но в этом году релиз уже точно можно не ждать. Едва ли светят Nintendo Switch и Warcraft Arclight Rumble — стратегический экшен с монстрами из сверхпопулярной фэнтезийной вселенной. Игру пока анонсировали для мобилок и адаптировали лишь под портретную ориентацию. Если что, речь о дисплее. Так вот, Warcraft Arclight Rumble напоминает игру Clash of Clans — один из главных хитов iOS и Android. Возможно, и к лучшему, что такое поделие обойдет стороной Nintendo Switch. Хотя от нормальной игры про военное ремесло владельцы консоли наверняка бы не отказались. И я в их числе. Парад плохих новостей продолжает компания Sega. Только недавно мы вроде порадовались успехом фильма про Соника, как сам издатель решил подложить большую свинью всем поклонникам «Синего ежика». Поскольку в июне в продажу поступит комплект ретро-игр Sonic Origins, надо привлечь к нему побольше внимания и проследить, чтобы фанаты впредь покупали только его. И самый простой способ все это сделать — удалить из цифровых магазинов оригинальные версии старых игр про Соника. Если у поклонников просто не будет альтернатив, им всем придется приобрести новый сборник. Во всяком случае, Sega считает именно так. Насколько же она права или нет, выяснится в ближайшие месяцы. За то, что наверняка игроков очень порадует, так это наличие объективизации в грядущей тактике Midnight Suns, созданной по мотивам одноименной серии комиксов Marvel. Учитывая, что это игра про сражение Мстителей и Людей Икс с демонами из преисподней, взрослые темы в сюжете и роликах между миссиями могут быть очень изобретательными. Впрочем, подробностей на этот счет пока нет. Игре лишь выдали возрастной рейтинг и толком даже не разъяснили за что. Вполне возможно, что у Железного Человека, Доктора Стрэнша и Росомахи чересчур слишком дофига жаркий комбо. А полуголых сукобов в этой истории вообще нет. Добрались бюрократы и официальные лица и до The Legend of Zelda. Причем не до Абакакой, а до Окарина of Time. В Зал Славы видеоигр Национального Американского Музея The Strong, да, мы о нем тоже впервые слышим, включили классическое приключение Линка. Наверное, это хорошая новость. Тем более, что Окарина в борьбе за счастливый билет опередила таких конкурентов, как Resident Evil и Assassin's Creed. Вот только что это за убогий Зал Славы, если в нем до недавнего времени не было Окарина of Time и до сих пор нет резиденций и ассасинов? Может быть, лучше вообще было бы его закрыть? Ну, например, чтобы не позориться. Но вместо этого организаторы церемонии ввели в Зал Славы игру про миссис Пакмен. Комментарии, пожалуй, излишни. И напоследок отметим пару пускай и небольших, но все-таки интересных новинок. Мрачная и готическая Rock Lords может понравиться тем, кто старается не пропустить ни одного крутого рогалика и очень любит хардкорный геймплей. В то время как As Far as AI эта игра, наоборот, медитативная, красочная и позитивная. Пошаговая экономическая стратегия с фэнтези-элементами и без занудства. Надеемся, вам эти игры понравятся. И, может быть, сами до них тоже как-нибудь доберемся. На стримах или же для обзора. Но это будет уже сильно позже. А сейчас время поотвечать на ваши вопросы. В конце концов, именно ради них мы тут все и собрались. Первый вопрос. Прекрасный выпуск. Спасибо. Вам спасибо. Как дела в Геншине? Что вообще тебя привлекает в этой игре? И как хорошо ты знаешь английский, какие советы можешь дать начинающему изучению? Геншин. Я там только что получила 30-й ранг. Мне очень нравится сюжетка, так что, если честно, когда она кончится, даже не знаю, что будет там делать. Но она пока что правда интересная. У меня порядка десятка персонажей или, может быть, даже уже под 15 где-то. Но моих любимых Чун Ли, Син Сю пока что нету. Но скоро будут. Я люблю английский язык даже больше, чем Геншин. Притом, гораздо больше, чем Геншин. И именно это я вам и советую сделать. Полюбите этот язык по-настоящему. Как только вы им заинтересуетесь, начнете употреблять контент, который вам нравится на этом языке, вы начнете его изучать, не используя учебники, не заучивая слова. Он будет сам появляться в вашей голове. И это можно делать, смотря сериалы, читая книги. Но не те, которые вам кто-то посоветовал, а те, которые вы реально сами хотите посмотреть и прочитать. Вот. Если у вас совсем-совсем нулевое знание английского языка, то я посоветую вам, как это ни странно, телеканал «Культура» в Ютубе. У них есть очень классные уроки английского языка с нуля. Можно начать с них. Второй вопрос. Привет, Алиса. А фигурки по Гарри Поттеру для Лего Дименшинс ты все собрала? У меня много фигурок из Гарри Поттера, но они не отдельно из Лего Дименшинс. Так, я их не собирала. Они практически все из больших наборов, которые я... То есть я бы предпочитала собирать им на какие-то части замка. А оттуда же у меня есть разные фигурки. Лего Дименшинс отдельно нет. А теперь гвоздь программы из нашего чата в телеге. Вопрос, на который не требуется ответ. Меня зовут Денис, сокращенно Дэн. Алиса, сокращенно Али. И если учесть периодичность новостей, можно ли тогда называть тебя Алиэкспресс? Ну что, как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Это были новости Нинтендо. Если они вам понравились, ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, задавай свои вопросы. И обязательно смотри наш влог с We Love Games и провокационное видео о нескончаемом противостоянии игр пиратов и консолей Нинтендо. Скоро увидимся снова. Пока! Меня сегодня не обижаешь, ты будешь меня сегодня. Нет, сегодня Александр за это отвечает. Я сегодня буду вообще молчать. Вот так можно в камеру, чтобы они так вот так замедленные съемки в четыре. Скажи просто, если не участники меня умеют особо дирать. Ну блин, а рапатка ушла. Не бейся луком, мы красные сейчас гучи. Да я уже, блин. Я не буду читать это слово, я еще маленькая, мне 18 лет. В новостях. Секс. И моя мама перед экраном. Люди меня боятся.